Я бы хотел перейти к открытой дискуссии. Я пригласил сюда четверых экспертов. Это Андрей Марченко из Тиньков, Денис Красновский, компания Домклик, рассказывал вчера про рефакторинг, Владимир Гриненко из Яндекса рассказывал вчера про формулу уникальную, про переиспользование компонент «Искали мы баланс», и Иван Соловьев, он только что закончил свой доклад с компанией «Эврон» про болезни больших фронтендов. И, соответственно, это завершающая активность сегодняшнего дня. Параллельно еще идет трек-дизайн. Завтра будет публичный трек. И вот подытожить как-то вот эту всю историю с архитектурой хотелось бы открытой дискуссией обсудить те вопросы, которые накопились. Если вы что-то не до конца поняли во время докладов, у вас в голове каша и не можете что-то решить, поэтому пишите в чатик вот эти свои мысли. Мы тут такой панельной дискуссией, открытой дискуссией постараемся вот как-то эти вопросы обсудить. Вот. Ну и для затравки... А, я попросил ребят принести какие-то свои темы. Вот поэтому все тоже немножко приготовили темы, о чем можно поговорить. Ну и для затравки я хотел бы начать, наверное, с такого вопроса. Вот, ребят, как вы считаете, какое вообще будущее ждет TypeScript? Потому что кто-то пишет на TypeScript, а кто-то до сих пор использует JavaScript и считает, что TypeScript, он так же, как и Flow, куда-то уйдет. И вообще будет ли TypeScript в браузере? Так, давайте. У кого есть что сказать? Так, давай, Андрей. Андрей, давай с тебя начнем. Ну, я думаю, что TypeScript победил Flow, и он будет как второй язык, как второй стандарт еще долгие годы с нами, и на нем будут писаться библиотеки, будут это, но он никогда не пойдет в браузер, и это будет чисто такой тулинг для разработчика, который будет помогать. И я как-то так... То есть вполне будет возможно стандартно, что большинство разработчиков будет требовать от этого работы, что по-любому TypeScript вы на JS пишете, не, все, к вам не пойду, и все в таком духе. Так что... Ясно. А Владимир? Ну, Андрей, а ты веришь, что если TypeScript не пойдет в браузер, то хотя бы типы прорастут в ECMAScript, и мы сможем в браузере все-таки писать типизированный код? Тут так хороший вопрос, потому что еще нет RFS, а в ближайшие четыре года этого точно не будет, и типа это слишком надолго. Я не думаю, что они сделают. Возможно, какие-то обходные способы, но не по-прямому. Не знаю. Пока не верю. И пока нет к этому RFS, я не читал, не находил их. Поэтому пока не верю. А хотел бы, чтобы это случилось? Или, может быть, ребята дополнят вообще? Смотри, я тебя сейчас переведу. На самом деле я помню то, что у Google была такая мысль, давайте мы сейчас внедрим Dart в браузер и будем на него писать фронт-энды. По мне это выглядит как очень классное, очень хорошее будущее. У нас появился Dino, на котором мы можем использовать TypeScript и прямо писать его. Да, это не то, чтобы настоящий TypeScript, но у нас есть такая возможность. И по мне было бы очень классно, если бы мы могли вот так в браузере делать. Тем более мы всегда можем и бэкэнд тоже писать на JavaScript, точнее, простите, на TypeScript и какие-то такие типы, DTO-шки, классику, дата в общую папочку общей репозитории и шарить между собой. То есть по мне это очень классный путь будущей, развития, как мы можем облегчить тебе жизнь. Да, в принципе, есть же этот State of JS 2020, по-моему. Там же, по-моему, что-то было такое, да, если я не ошибаюсь, то 80 или 70% разработчиков считают, что TS, он прорастет все-таки в JavaScript. Но действительно, пока никаких пропоузлов я не видел. У нас же прямо сейчас есть какой-нибудь array 8 int или array 16 int. То есть у нас так или иначе типизация, ну, такая все равно есть. И если у вас попал браузер, почему у нас что-то другое не может еще прямо сейчас попасть? Скорее просто про долгое будущее, что это, типа, можно обсуждать 5-6 лет и когда-нибудь. А если для большого проекта, которому нужна большая поддержка браузеров, это 10 лет плюс. Ну, сейчас... Ну, у нас же появились TypeScript модули, точнее, ES модули в браузере. Мы к своим скриптам дописываем модуль и можем так делать. Мы также можем дописать какой-нибудь TypeScript в тот же самый TypeScript и парам-парам. То есть варианты решения на самом деле есть. Еще что-то хотел сказать, но ладно, давайте дальше. Я просто помню историю с CoffeeScript. Вот, если вы тоже помните, он в браузер не зашел, но он повлиял очень сильно на развитие вот спецификации ECMO. И я думаю, что TypeScript он может так же. То есть, в принципе, вполне вероятно, что какой-нибудь проползал появится с Type, с интерфейс и вот все таки, все такое. Ну, еще важный момент, что у нас есть Бабель, и мы можем писать прямо для браузера модные с типами, потом их вырезать. По сути, TypeScript примерно это нам предполагает. И тогда современные браузеры получат сразу все, а для остальных мы ничего не теряем. Но для остальных, вот для тех, которые через Бабель выпускают наш код, появляется проблема в том, что если к нам пришел пользователь на каком-нибудь МОТО со слабенькой батарейкой и слабым процессором, то он у себя на своем устройстве будет вот это все наш код транспирировать. Ну, это больно. Плюс также нужно еще не забывать то, что есть поддержка старых браузеров. То, что мы прямо сейчас не можем, типа, внедрить на JavaScript. Но это будет примерно, наверное, как либо в PHP, либо как как в какой-нибудь в Python, когда у нас наши типы постепенно добавляются в наш код. Ну, типа, если мы типы не написали, у нас везде там I know или any. Если написали, то вот классно. Нам немного помогает компилятор. Но снова же еще нужно думать, а что будет, если у нас в продакшене не сойдутся типы у пользователя на клиенте? Как эта ситуация будет разруливаться? Алерт будет ему вылетать? Ну, это больно. Вот он видит пустой индекс. Не будет как-то. Не все эти стандартные ошибки добавятся еще. Типы не сошлись. Обновилась какая-то библиотека. Веселые, кстати, времена будут, если мне станут. Ну, вот Гриша Петров в чатике первого зала пишет, что это скрипта в браузере не будет. Будет параллельно с JS развиваться. И ссылочка на мнение автора Vue.js, EvanU. Так что, наверное, я не считал, но вот может быть там какой-то есть ответ на этот вопрос. Так, Денис. На самом деле у меня такое же мнение, что это отдельный инструмент, он также будет развиваться, как отдельный инструмент. Я, в принципе, не вижу какого-то профита, чтобы он интегрировался с JavaScript, и стал единым целым. То есть для каждой задачи должен быть свой инструмент. Если тебе нужны типы, то окей, если не нужны. Я начинал просто карьеру как C-Sharp-разработчик. И первое, что я в JavaScript потрогал, когда у меня там были задачи, связанные с вебом, JavaScript, сначала я плевался, думал, да как так можно писать, как так можно писать. А потом, после того, как 2-3 недельки пописал на JavaScript и вернулся на C-Sharp, подумал, да ну это все нафиг, я пойду фронтенд-разработчиком лучше буду. То есть это куда интересней. Но, то есть есть задачи, да, где TypeScript нужен, но я просто знаю некоторых ораторов, которые заявляют, да как так можно начать проект, не используя TypeScript, но вот это вот смешно на самом деле уже. То есть если тебе нужно сверстать лендинг, там добавить просто парочку JS-скриптов на суммарно 20 строк, ну зачем в принципе TypeScript там нужен? Ну это субъективно. В этом месте как он тебе мешает? Ну даже если тебе нужно написать там 10 строчек, используя условно там jQuery, да, какой-нибудь или там напрямую там query selector, окей, ты написал эти свои 20 строчек, но от того, что у тебя появится в этом месте TypeScript, он тебе ведь никак не мешает. Если это будет отдельный инструмент, отдельный язык, как у нас сейчас есть JavaScript, и у вас между ним есть какой-то интероп, как они общаются, так же может быть между JavaScript и TypeScript? Может быть, может быть, но сейчас, чтобы использовать TypeScript, надо настроить его, добавить, прописать. Ну, то есть сейчас это в любом случае не нужно. Если в итоге, по итогу TypeScript там интегрируется в JavaScript, тоже никакой проблемы не будет. Так же, как мы пишем сейчас на ECMAS скрипте новом, так и будем писать на TypeScript. У кого жизнь, в принципе, не поменяется, никто не заметит каких-то перемен. То есть это не перейти на принципиально другой язык, как по мне. Ну, и, соответственно, получается, что мы всегда будем транспайлить. То есть если мы берем TypeScript как инструмент, у нас всегда будет транспайлинг в JS, соответственно, бабель, и вот это все с нами очень надолго. На самом деле мы в Compile Time можем очень много сделать проверку. Вот тот же самый Elm, когда ты пишешь на нем проект, ты знаешь то, что у тебя все типы, которые ты, ну, то, что они сойдутся, если они у тебя не сходятся, то у тебя проект просто не соберется. И тебе на Prode, когда у тебя, это уже право, что твой бандл запускается, очень сложно получить какую-то ошибку. Даже несмотря на то, что этот Elm все равно транспайлируется в JS. То есть если мы рассматриваем тоже, если он остается также инструментом, мы добавляем в него большое количество евристик, различных метрик, и то, как наш, ну, вот всех большее количество проверок, чем есть сейчас, то мы уже себе можем жизнь облегчить, не получить undefined noted function где-нибудь. Ну, то есть эта компиляция, она, в принципе, добро, и как бы хорошо бы, чтобы она была везде, потому что она помогает нам защититься от ошибок. Эх, давайте собирать и стать криптобинарник и поставлять его пользователям. Окей, ну, какой-то такая инициатива от Google App, по-моему, была уже, если я не ошибаюсь. В React Native есть такая возможность. Да, да, да. Что-то рядом с PVAшками, Progressive Web Apps, там их как-то можно было паковать в какие-то веб-боксы, что ли, не помните? Так, ладно. Так, отлично. Вроде обсудили. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу из чата, чтобы не брать какие-то свои. Будем стараться общаться. А, вот, кстати, хотел сказать про TypeScript. У нас будет в публичном треке то ли завтра, то ли послезавтра доклад про то, как можно типизировать в рантайме. Вот. Если вам интересно, что там будет рассказывать, то заходите. Это как раз вот как-то перекликается с этой темой. Вот, по крайней мере. Это вот большая боль, если вылезет на продакшене ошибка, типы не сойдутся. Но ладно. Да-да-да. Ну, то есть, типа, у нас привычное, что undefined is not a function. Вот. А там, видимо, да, будет что-то с типами. Так, да. Следующий вопрос для дискуссии. Сергей Сущевич нам подкинул. Стоит ли полностью переходить на функциональные компоненты в React и отказываться от классовых? Или этот вопрос навсегда останется холиварным? Что думаете? Ну, ладно, давай, Ван, ты, потом я. Хорошо. У меня мой проект на Vue. Я последние полтора года пишу на Vue. Я так счастлив. Я полтора года не трогал React. Это такое облегчение, когда ты можешь... Конечно, там нет TypeScript, и это больно, но все равно это очень классно, когда ты можешь компьютер написать и магия, магия. Вот. По поводу React, тот мой опыт, который был, по мне, функциональный компонент тебе очень просто тестировать. Это прям вообще очень классно. Но все равно, так или иначе, у тебя будет какой-то стейт проникать у тебя у какого-то компонента. Он не может выжить без стейта. То же самое, не знаю, условно, приложение, которое ты постоянно видишь в ToDo, или счетчик, где ты пишешь, ты кашь плюсик и минусик на кнопочках, все равно там нужен какой-то стейт. И такую штуку бессмысленно класть в глобальный стейт, если относится к конкретному твоему компоненту. Вот. Как-то так. Это нужно и то, и другое. Так, Денис? Ну, чуть-чуть дополню Ивана, потому что на самом деле можно использовать хуки, которые дают стейт, но, как по мне, в большинстве своем, да, сейчас можно писать на хуках многие компоненты, но от классовых, в принципе, так холиварно отказываться тоже не стоит. То есть они, как по мне, опять же, я работал просто до React'а с бэкбоном, классовые компоненты кажутся очень простыми в понимании. То есть если используешь хуки, там слишком много функциональщины, как по мне. А классовые, то есть у тебя есть лайфсайкл, ты его просто понимаешь, он железный. Никакой магии абсолютно. Не надо никакие аргументы там дополнительные прокидывать, чтобы у тебя в какой-то момент времени что-то как на хуках отстрелило. То есть да, хуки просто, ты привыкнешь в конце концов, но просто вот вышли хуки и идти переписывать все приложение, как по мне, бессмысленно. То есть какого-то профита в массовом характере это не приносит, но если пишешь новый маленький небольшой компонентик, и он спокойно укладывается, у тебя функциональный компонент максимум при использовании хука, то почему бы и нет. Но у нас как строится приложение? У нас есть несколько, ну, страница, например. Это классовый компонент, который содержит в себе какую-то там логику отображения мини-компонентов, и чтобы это все функцию одну не заворачивать, а сделать как-то красиво, мы делаем такой большой приличный компонент классовый. А все, что уже ниже, мы начинаем стараться использовать класс, ой, хуки точнее, вместе с функциональными компонентами. Как-то так. Извини, я немножко дополню, но тут возникает проблема, когда у тебя часть кода написана на классах, часть кода написана на хуках, и ты хочешь хук использовать в классе, тут боль, страдания нельзя. Плюс также у хуков, я помню в React, что есть такая проблема, use layout effect и use effect, они чем-то вроде отличаются, но тебе нужно пойти, почитать документацию, почитать все желтые сноски, чтобы понять, как это работает. Ну, да. А, да, Андрей? Я думаю, что функциональные компоненты ReactCHUk победят и вытеснят полностью классы за счет того, что большинство новых библиотек, то, что я вижу, пишется именно на использование хуков, именно на классовых компонентах, и за счет того, что в классовых компонентах нет у тебя хуков, ты не можешь использовать большинство библиотек, и за счет этого очень сильно классовые компоненты в ближайшие года-3 поредеют, и постепенно все равно будет миграция на функциональные компоненты плюс хуки, потому что не оставили приложением вывода. При этом, да, не обязательно все это переписывать быстро, но постепенно, я думаю, будет мягкое переписывание при необходимости, потому что как минимум хуки удобны для библиотек, и они будут как раз-таки пушить переход, и поэтому, я думаю, в течение пяти лет классы умрут. И еще момент, что нужно не забывать про биндинг контекста у своих методов в классе, то, что не всем разработчикам это очевидно с первого взгляда. То есть новичкам не всегда думают о том, что контекст может потеряться у какого-то метода в классе. И хуки от этой штуки очень сильно спасают то, что там просто ты не потеряешь контекст. Но там прикольные другие проблемы, что у тебя может быть контекст другой функции, другого уже отрендеренного состояния. Там еще веселее появляется. Я помню, Дэн Абрамов написал такой огромный лонгрид минут на 40, как работают эффекты. И, мне кажется, без его чтения практически нереально понять до конца вообще всю эту штуку. Вов, что думаешь по поводу классовых функциональных? Я на самом деле склонен считать, что действительно классовые вынуждены в итоге проиграть. И мы просто видим эту тенденцию. Опять же, соглашусь, что нет смысла брать и все переписывать, просто потому, что появилась новая возможность. Так-то плюс-минус паритет. Но вот в чатике, например, пишут, что декораторы же не будут работать для функциональных. И, наверное, это тоже аргумент какой-то в защиту умирающих классовых. Они говорят, что по поводу декораторов, они же еще не в стандарте. Точнее, они вроде как-то недавно что-то обновились, поддвинулись. Но надеяться на декораторы в большом проекте, мне кажется, в конечном итоге это может вылиться боль. Особенно вспомнить там Legacy декораторы, которые сейчас декораторы. И можно выстроить себе в ногу этими декораторами. Хотя у меня на проекте я их тоже использую. Часто вообще люди юзают декораторы. То есть самый известный декоратор – это Redux Connect. То есть если ты сам их не пишешь, то и более никакой NetConnect так же подключается, как Hawk, и все. Ну, в MobX. В MobX там все можно обмазаться декораторами. Они, кстати, в новой версии это убирают. То есть можно будет альтернативно без декораторов. Ну, если мы вспоминаем тот же самый Nest, там тоже, по-моему, все декораторами обмазывается. Это та же самая Type ORM, там модель обмазываешь декораторами, все филды обмазываешь декораторами, контроллеры, ну и так далее. У тебя там все в декораторах. Ну, в общем, если подытожить, то, наверное, да, какой-то общий тренд к функциональным компонентам. Действительно, библиотеки переписываются. Ну, классовые компоненты там, вот Андрей сказал, 5 лет. Ну, в общем, это какой-то, наверное, да, большой срок. И типа веб ломать нельзя. Веб, он, не ломаем. И представьте, что будет, если убрать поддержку классовых компонент. Вот, сколько сломается кода. Поэтому, наверное, они все-таки с нами надолго, но, наверное, в будущем все-таки больше будет функциональный компонент. Ну, это как create-компонент. Кто его использует сейчас? Можно писать create-компонент. Ой, да. Display name равно что-то. Да, да, давно этого не делал. Так, ладно, давайте пообщаемся с аудиторией, чтобы пока у нас есть активные зрители. Вопрос от Гриши Петрова. Кто уже смотрел NAML.design и Fast.design? Что думаете про голые, в кавычках, компоненты для очень лаконичного фронтенда? Это должно прямо снижать сложности, позволять делать большие штуки за меньшее время. Я знаю, что такое NAML. Я был на докладе этого человека на Vue Moscow в каком-то там, то ли пятом, то ли четвертом. Это прям очень классная концепция, когда у тебя наружу торчат только компоненты, и ты условно в React, во Vue, в Angular, не важно, на чем у тебя сейчас пишется фронтен, ты всегда эту штуку можешь использовать. То есть это, можно сказать, такая система компонентов, которую ты можешь под себя кастомизировать и можешь использовать везде. По-моему, это очень классный подход. Но разрабатывать такую штуку очень больно. Ну вот, пока у нас в React не появится настоящих эвентов, пока у нас так в React используются синтетические эвенты, мы не сможем использовать те же самые кастом элементы для того, чтобы вот такие системы делать. А делать ее и под React с синтетическими эвентами, и под Vue, и под, не знаю, при React Angular, это очень больно. То есть это нужно очень много человека часов на это потратить, очень много протестировать вот этого всего. А так концепция очень классная, очень классный подход. Так, кто-нибудь, кроме Вани, кто-то знает про это? Нет, да, я тоже... А какая методика вторая? Типа, есть там, я смотрю, это от русскоговорящего чувака. Да, да, да. Андрея Яманова. А вторая? Яманова. Да, Яманова. Fast.design. Значит, первое, типа, я не знаю, тут сложно ставить на... Просто технология очень сильно влияет на то, как ты пишешь фронтенд, и то, как это, и она большая. Да, и возможно, если их комьюнити появится большое, тогда будет смысл смотреть. Но сейчас это выглядит как это очень сложно, надо все переучиваться, как перестать. Может быть, да. Если хорошее будет продолжение, может, он будет подумать об этом в будущем, когда хорошее комьюнити, хорошее количество материалов, документаций, проектов, всякая история. Можно будет подумать, пока, не знаю, боязнь как-то. Для разработчика это очень классно, вот такую штуку использовать. То есть у тебя как твои девочки приезжают, можно сказать, вот такие кастом элементы, которые ты используешь. Но для пользователя это очень больно. Особенно, как я говорил, со старыми смартфонами или со старыми лаптопами, у которых там батарейка, процессор, ну, которым нужно следить вот за этими штуками. И ты не всегда можешь пользователю своему подкинуть 2 мегабайта бандла джаваскриптового. Ну, это больно. И вот такие вот, по крайней мере, нам, он, по-моему, в рантайм очень много тащит. Вот я понимаю то, что там все оптимизировано, но некоторым клиентам может быть больно. Ясно. Так, ладно, давайте тогда перейдем. В общем, это какие-то интересные концепции. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть, ознакомиться. Я думаю, что я тоже в свободное время посмотрю и, может быть, даже попробую какой-нибудь сделать проектик или еще что-нибудь. Ну, в общем, прикольно, что фронт-энд, он продолжает развиваться, потому что какое-то ощущение стагнации в последнее время. А тут, наконец-то, у нас снова начали выходить новые, не знаю, фреймворки. Что это такое? Да, можете посмотреть на FlutterWeb. Он вроде тоже становится все лучше и лучше. Он как был сырым, так и остался, но сейчас на нем хоть что-то уже можно в вебе потыкать. Так, следующий вопрос от зрителей. Антон Кузьмин. Дорогие докладчики, с чего вы начинаете архитектуру фронт-приложения и что вы берете в расчет для составления архитектуры? Оформляете ли вы архитектуру в виде документа в проекте? Пытаетесь ли вы составить свою архитектуру или, скорее, полагаетесь на фреймворк? Давай я начну. Я начинаю, в первую очередь, с лидеров и тех практик, которые мы изначально в это все закладываем. То, как мы пишем условия, как мы пишем функции класса, как мы выводим типы, потому что я начинаю, как правило, с TypeScript, то есть я не вижу даже небольшие фронт-энды без него, с ним сильно проще. После этого настраивается какой-нибудь мониторинг, а после этого уже можно осмотреть на все остальное. Уже от этого зависит, с какой командой дальше идет проект. Это ребята, которые пишут на React, ребята, которые на Angular, на Vue. То есть это зависит от будущей команды, от того, что, может быть, заказчик хочет в свой сайт, чтобы был на React или там на Vue. То есть тут уже у нас есть со стороны бизнеса какие-то требования. Ну, дальше все, вот пришла тебе команда, ты знаешь, что ты пишешь на React, у тебя на столе компьютеры, начинаешь писать. Ну, берешь какой-нибудь, не знаю, там React, как он там называется, Redux, Redux Toolkit он вроде называется, и у тебя чуть меньше буллер-плейта. Или берешь какой-нибудь MobX, у тебя еще меньше буллер-плейта. Вот. Или если ты пишешь какую-нибудь небольшую SPH, которую нужно моментально доставить пользователю на его устройство, то ты не берешь ни React, ни Vue, ты пишешь так, ну, в смысле, там, выставишь HTML, там, CSS, немножко от JavaScript, и радуешься. Ну, то есть все зависит, на самом деле, от задачи, от той команды, из которой ты можешь продолжать в будущем этот проект. Также от требований заказчика. Ага. Так, Андрей? Ну, обычно, начиная с требований, какие требования проекта, что там, какое количество пользователей нужно, есть в результат-рендеринг и так далее, и так далее. Дальше, какие пользователи, как пользоваться, и какие-то особенности от этого, что нужно, что требуется. И последнее – это какие ограничения есть вообще, какие будут проблемы подводной камни в будущем, что стоит обратить больше внимания, улучшить и так далее. То есть для ближайшей. По поводу, как описывается, у нас внедрены подход RFS-ок, и то, что для больших и крупных сервисов пишется RFS, где описывается, какой будет дизайн, какая будет схема работы, какие основные требования, зачем вообще этот сервис нужен, и постепенно от этого и идется. И дальше уже подбирается под те требования, под те условия, под те нефункциональные требования, то, как это будет выглядеть, какой стэк и так далее. У нас это в основном все равно вопрос поднимается, когда в микросерверсе пишем различные другие решения, потому что обычные приложения, там стэк уже регулированный, стандартный, просто делаешь и все. То есть вы сначала делаете вот этот RFS, RFC, я привык называть, и после этого уже начинаете разработку. Ну, большие сервисы, да, стараемся, да. Так, интересно, как в Яндексе дела обстоят с выбором архитектуры? У нас, с одной стороны, есть проблема, что уже все возможные копии сломаны, попробовано все, что угодно, можно найти просто любой фреймворк на любом языке и так далее. С другой стороны, мы очень много сил тратим как раз на то, чтобы такое разбегание по сторонам остановить и всячески стараемся ограничивать вот эту ширину свободы. Не то, чтобы прям супер хорошо получается, тем не менее. Поэтому идеальная ситуация – это когда после сбора требований команда садится, продумывает, как она считает оптимально подойти к решению задачи, после чего устраивается открытая дизайн-ревью архитектурная. Туда могут прийти разработчики, в том числе, никак не связанные с этим проектом, но имеющие, возможно, горький опыт, и как раз поделиться, почему им точно не стоит взять сокращающий boilerplate MobX, потому что они уже потратили сколько-нибудь часов на дебаг магических проблем или еще что-нибудь такое. Проблема в том, что после того, как про все эти проблемы расскажут, не факт, что команда согласится, потому что им же интересно попробовать тоже, они же еще на грабли не наступали. И вот тут важно, чтобы удалось руководителю вовремя все-таки вызывать к здравому смыслу. Поэтому такая история про сокращение количества технологий, она вечно в борьбе с попытками попробовать новенькое, интересное или что-нибудь свое написать. Ну, потому что у нас же такие уникальные задачи, никто же их еще ни разу не решал. С этим мы боремся. Давайте теперь, если я правильно понял вопрос, может, конечно, неправильно, но ладно. Ну, первое, действительно, что нужно понять, нужен SSR или нет. То есть, если нет, то жизнь упрощается раз так в 10. То есть, второй шаг – это все-таки проект начинается с веб-пака, как по мне. То есть, ты делаешь конфиг, туда уже, да, накидываешь линтеры всякие. Если какие-то еще вещи нужны, проверки, то тоже обвязываешь, и потом уже потихонечку начинаешь. Как таковую документацию к фронту мы стараемся писать уже после выполнения. ФИЧ, то есть, если есть какая-то тяжелая ФИЧа с кучей бизнес-логики, мы пытаемся ее описать, потому что через месяц-два по-любому уже забудешь, как она работает, если особенно это интеграция с какими-то сервисами сторонними. В целом, по компании у нас принято, если это что-то такое глобальное, чем будет пользоваться вся компания, то выносится на архитектурный комитет, куда приходят люди, разработчики, кому это интересно, и уже обсуждают, и накидывают, а что будет, если. По итогам комитета уже определяется, готово ли решение, то есть, можно ли его принимать. Если нет, оно отправляется на доработку, если все ок, то берется и гоу. То есть у вас есть какой-то прям отдельный комитет, отдельный сбор? Он не отдельный, то есть туда может прийти любой разработчик любого грейда и просто сказать, вот, ребята, вы хотите это сделать, а я вот видел, я делал, например, и вот такие-то, такие-то проблемы могут возникнуть. Вы их предусмотрели? Если люди, которые решают протолкнуть технологию, этого не предусмотрели, они, конечно, уходят там на второй круг, либо отказываются от своей идеи вообще. То есть это круглый стол, это вот как мы с вами сейчас сидим и просто обсуждаем. Я понял, да, вопрос к Вове. То есть это вот, Вов, ты говорил про ограничение вот этого разброда, да, ограничение свободы мыслия. Как раз у меня одна из тем была, это вот про технофашизм и свободы мыслия из твоего доклада. То есть я так понимаю, что есть какой-то список, грубо говоря, более правильных технологий для фронтэнда? Ну, на самом деле этот список, он родился просто из наблюдений за тем, что происходит. Мы прошли по всем репозиториям, посмотрели все зависимости, отсортировали их по количеству вхождений, потом еще пристально посмотрели на то, насколько оно там устарело, и мы, несмотря на то, что оно супершироко используется, все равно хотим от этого отказаться. И вот таким образом выявили какие-то кластера, вещей, которых так много, и они все-таки более-менее себя хорошо показывают. Мы сказали, вот это точно норм, это можно продолжать. Если вы начинаете новый проект, и у вас нету каких-то супервеских причин делать по-другому, возьмите вот это. Если вы точно уверены, что он никак вам не подходит, придите и докажите. Угу. Ясно. Так, давайте дальше, чтобы сохранять динамику, а то у нас полчаса уже прошло. Вопрос от Насти Кувановой. Почему так мало ангуляра на этой конференции? Неужели он все? Как считаете? Ну, на самом деле много докладчиков, но, может, немного, может, я соврал, но есть докладчики, которые пишут на ангуляре, просто не говорят про него в данном контексте, и все. Антикова, половина спикеров — это ангулярщики. Да, насколько я помню. Может быть, это связано из-за порога вхождения в ангуляр, то, что нужно изучить довольно много, прежде чем на него начать писать нормальные приложения, нормальные сервисы. Угу. Вов, что думаешь по поводу ангуляра? Мы когда думали о том, куда перейти с нашей собственной платформы, у нас были попытки попробовать сделать какие-то MVP на ангуляре, на реакте, на еще там разных вариантах, которые на тот период были, и, возможно, нам так повезло, что тогда ангуляр дичайше тормозил. И мы такие, а, ну ладно, тормозит, значит, не подходит, не будем пользоваться. И остановились на реакте, так там и остались. Сейчас, возможно, все уже хорошо, но поздно имитаться. Угу. Ну да, я могу про себя сказать, что вот, да, у меня тоже... Ну, во-первых, про трек. Трек архитектуры, наверное, он все-таки больше именно про React, потому что ангуляр там все из коробки, и вроде как ничего туда свое городить не надо. Dependency, injection там есть из коробки, слои там какие-то тоже из коробки построены, и, в принципе, что-то конструировать в основном приходится именно в React, ну и там во Vue тоже, да. Вот. Действительно, с ангуляром у нас есть докладчики, Алексей Хременко точно будет. И вот, да, у меня тоже про тормоза был такой момент, что... На Хабре тоже, кстати, была классная статья от короля разработки, вот, что сборка ангуляра может идти минут по 10-15, причем там буквально 4 формы, вот, в то время как других фреймворков такого нету. Ну, это мой камень в огород ангуляра, а так, в принципе, да, он жив. Очень много, очень много людей с ангуляра. Итак, движемся дальше. Извините, еще есть Ember и EmberData, на которых тоже до сих пор живы, на которых пишут что-то. Да, вот это, кстати, такой момент, потому что про Ember же был фильм документальный, где-то в прошлом году, по-моему, он вышел, и, в принципе, я периодически вижу такие вкидывания, но мне почему-то ощущение, что это какой-то такой затянувшийся пранк, вот, с Emberом. Но, да, и вроде как Angular 2, вот, как раз который, да, сейчас, он был, это же форк Ember, вот, не знаете? Нет? Нет, не, не, Angular CLI, это форк Ember CLI. Angular CLI. Не, Ember развивается, кстати, в последние годы, да, но кто на нем пишет? Никто не пробовал. Ну, и там TypeScript, очень больно жить с TypeScript, а так он классный, почему бы нет? Если ты не любишь TypeScript, то ты можешь поиспользовать его, да. Так, вопрос к Ивану, используешь ли ты TypeScript с Vue 2? Да, использую, у нас очень большая штука написана вокруг него для работы с данными. Это подобие такого MobX, но для мира Vue, то есть там есть подобие MobX, который прямо за уши перетащен в мир Vue, но он выглядит очень плохо, очень несуразно. И наша задача, чтобы постоянно не писать большую портянку локального стейта в компоненте, у нас есть вот такая штука, которая нам немножко облегчает ту жизнь. И он написан полностью на TypeScript, плюс вся обвязка, которая используется вокруг Vue, это там какие-нибудь клиенты, которые делают запросы по кэнду, там сервисы, там какие-нибудь валидаторы, сериалайзеры, все это написано в TypeScript. Внутри второго Vue мы TypeScript не используем. Но WebStorm со Vue умеет, если ты аннотации JS-дока расставляешь, то он тебе может подсказывать, какие методы и свойства есть у того или иного локального стейта. Либо в случае пропсов, когда ты прописываешь, какой тип у этого пропса должен быть, ты туда можешь как раз передать какой-то свой класс. И он будет проверять, что то, что пришло к пропу этого компонента, является инстансом этого класса. То есть с ним жить можно. Единственное, внутри самого компонента с TypeScript сейчас больно. Я пробовал третий Vue, там все сильно лучше. Мне прям нравится. Даже там старый подход Option API, он тоже обретает новой краски, ты там можешь лучше использовать TypeScript. Все, ладно, этот вопрос не на дискуссию, просто тебе лично. Так, в чатике пишут, что Эмбер – отличная вещь. Так, возможно, надо пробовать. Так, вот такой вопрос на дискуссию. Веб-фронтенд может ли когда-нибудь убить сферу разработки мобильных приложений? Если да, то как скоро? Что думаете? Я думаю, наоборот, мобильное приложение убивает веб. И не знаю, типа, я думаю так, большие сайты, большие приложения не убивают пока что. И типа, нативка все равно жива и еще будет долго жить. И все больше пользователей мобильные, все больше пользователей нативного. Мобилки, веб как дистоп постепенно умирает, но веб будет еще долго жить, но точно не убьет. Вова? Тут сложно прямо такими громкими словами говорить, прям совсем, чтобы убило. Но по нашей практике, особенно, мы же сами фронтендеры, мы заинтересованы, чтобы веб побеждал. А наша практика какая? У нас очень много сервисов, и при этом нам нужно, чтобы все эти сервисы, они как-то попадали пользователю в рамках единого приложения, были представлены как-то. И вот здесь веб-вью, то есть есть какая-то супертонкая нативная обвязочка, она предоставляет всем сервисам нужные им API, но каждый сервис, он все равно обязан быть представлен в вебе, и мы его там, хочешь не хочешь, должны сверстать. И как-то было бы жалко просто усилий не переиспользовать их потом на мобильном. Соответственно, веб-вью туда прорастает, и пожалуйста. И кажется, что этот подход, он для пользователей вполне себе норм. Если взять, спросить случайного пользователя на улице, а на чем это написано, то отличить-то невозможно. Поэтому почему нет? Я продолжу. У Windows в их сторе можно было, или они хотели, чтобы PVA можно было в их стор загружать. То есть это такой небольшой шажок, как мы можем веб под видом нативного приложения пользователю давать на его устройство. Там не будет тех нативных того опыта, который может представлять система. Тот же самый инертный скролл в iOS мы, возможно, не сможем воссоздать сами. Но у нас есть тот же самый Safari, который пока не реализует. Те же самые сервис-воркеры, хотя вроде 14 они появились. То есть вот тот самый пласт браузерного API, который пока он не реализует, тот же самый Bluetooth API и так далее, мы не сможем полноценно наше приложение, наше веб-приложение показывать как нативную настоящую штуку. То есть нам в этом месте может немножко помочь React Native, в который почти нам ничего не придется писать. Ну, ладно, нам придется все равно много писать для того, чтобы наша бизнес-логика как-то качевала туда-обратно. Как-то так. Ну, на самом деле, это вообще всякие типа Flutter, всякие помимо React Native, что там еще-то есть. Ну, есть много на самом деле разных инструментов, которые нам могут облегчить жизнь написанию. Того же самого Flutter, есть Flutter Web, Flutter Desktop, который нам, мы пишем вроде Flutter, мы пишем вроде бы один код, ну, почти один код, который может на разных платформах показываться. Но, думаю, в ближайшее время, пока у нас Safari не поддержит тот пласт браузер хапи, и ПВА, и веб не сможет полноценно быть полноценными приложениями на устройстве пользователя. И убить, соответственно, мобильные приложения. Да, да. Так, Денис? Тем более же есть Kotlin, Kotlin Script, Kotlin умеет там в iOS вроде бы компилироваться, Kotlin Script вроде в веб умеет компилироваться. Ну, и то есть вот таких решений сейчас большое количество, которое может как-то решить вашу проблему написания одного и того же кода. На самом деле никто никого не убьет, ни мобильные приложения, ни веб мобильные приложения тоже не убьет. То есть есть просто контекст. Ты идешь по улице, у тебя в руках телефон. Что тебе легче сделать? Открыть нативное устройство, то есть, ну, я имею в виду, точнее, нативное приложение, воспользоваться его услугами, либо начать с Safari серфить веб. Ну, очевидно, что легче приложуху открыть, там, заказать еду или еще что-то. Если ты у компьютера, ну, смысл тебе брать телефон и там что-то натыкивать. Если ты привык работать за компьютером, ты все сделаешь раз в 10 быстрее. Вот. В принципе, PWA – это действительно шаг в сторону уменьшения просто, наверное, какого-то времени от доставки фичи до пользователя. Самая большая проблема в мобильных приложениях, что нельзя просто взять, щелкнуть пальцем, и у тебя все на прот выйдет. Там проверки какие-то у Apple Store, у Google Store, у Android, я не знаю. То есть, это все долго. Фронтендер с бэкэндом запилили фичу, они могут ее в этот же вечер без чего-либо просто выкатить. Поэтому тут очевидное преимущество со стороны бизнеса и со стороны просто проверки какой-то гипотезы, чтобы там две недели не ждать только выкатки, и чтобы ее проверить всегда будет на фронте, пока есть такие тяжелые проверки у этих магазинов. Но, тем не менее, как я уже сказал, если есть приложение, это круто и можно пользоваться ровно до того момента, пока у тебя лаптоп твой или стационарник не под рукой. А что насчет вот китайской модели? Там же весь интернет, по сути, ушел в мобильное приложение, в WeChat. Вот. Не произойдет ли у нас такого же? Вот. Потому что какие-то такие подвижки есть. Это же вот суперапы. Кто-то хочет это сделать, как минимум. Ну, как минимум, несколько компаний, да, я уже замечаю такую тенденцию. По сути, это ли не как бы убивание веба как такового? Вот. Нет такого ощущения? Ну, если как для нас, для разработчиков, то ведь нет. Ведь мы же по-прежнему можем писать свои части суперапа на привычных наших замечательных технологиях, и они отлично туда будут встраиваться. Поэтому точно нет. И если наша часть написана на веб-технологиях, то что нас остановит задеплоить и по отдельному урлу, как отдельный сервис? То есть, стало быть, все шансы, что это будет синергия, которая будет помогать и тем, и другим. Ну, да, кстати, эти мини-приложения, они же написаны как раз на React, я знаю, да, что вот в одном из сервисов. Да, Андрей? У меня единственное опасение по этому поводу, что это все слигается на том, что в нативках нет ничего альтернативы, и поэтому приходится выбирать веб. Если вдруг они что-то придумают, что-то сделают, какой-то флаттер 2.0, который будет лучше, то веб просто вытеснится и уйдет оттуда с этой ниши. Сейчас, да, сейчас используется, но это такое положение, которое может измениться. И меня вообще, в принципе, расстраивает как пользователя, что очень много новых стартапов пишет, делают просто веб-заглушку, лендинг, и идите в приложение, идите там, и за счет этого потенциальных пользователей веба уменьшается, на мой взгляд. Используйте Cardovo. Нет, ладно. О, это что-то очень старенькое такое. Так, да, еще хотел сказать... А, вот, что, в принципе, некоторые задачи проще решать же с десктопа, то есть вот как вроде умирает десктопный веб, да, Андрей, ты сказал. Но, например, я бы, например, вот не стал бы работать... Ну, вот речь про банки. Я, если честно, боюсь делать какие-то крупные переводы с мобильника. Вот у вас нет такого? Мне хочется сесть за компьютер и спокойно сделать какие-то вещи, то есть перекинуть там 100-200 рублей, окей. А когда речь идет о каких-то крупных деньгах, мне что-то страшно не туда тапнуть, не туда свайпнуть. В общем, я с тобой согласен, но пользователи думают иначе. И для разработчиков все равно останутся какие-то сервисы. Тот же самый, не знаю, там, Code Wars, Gmail, там, где мы сейчас общаемся, GitHub, GitLab. Все эти штуки как-то будут, мне кажется, сложно с мобильного устройства использовать полноценно. Особенно тот же самый GitHub. Смотреть код, делать код-ревью на мобильном устройстве, на пункте iPhone, но, блин, это больно. Ну, кстати говоря, вообще, если учесть, что мы забываем про то, что всякие дискорды, какие-нибудь приложения для десктопа, написанные на JavaScript, там, просто на движке Хрома, мы забываем, что у многих игр вообще интерфейс пишется на JavaScript. То есть и лагает он тоже по этой же причине, но в целом где-то JavaScript вытесняется, куда-то он, наоборот, свои клешни тянет. То есть всему свое применение. Но, видно, так решили, что дописать действительно интерфейс для приложений намного быстрее, но это очевидно, используя веб, нежели какие-нибудь там C-sharp и прочее. Ну да, то есть я бы, наверное, подытожил, что, в принципе, количество десктопа у нас вроде как уменьшается, но при этом сам веб, он проникает все глубже и глубже в разные, в том числе и мобильные приложения. И как-то не очень понятно, что будет в итоге, но какая-то такая более тенденция к, не знаю, к оздоровлению, что ли, всей вот этой инфраструктуры и к прорастанию JavaScript везде. Ведь шутка, что сейчас на JavaScript можно написать практически все, что угодно, эти у Илон Маска вроде интерфейс для Dragon Crew было написано в JavaScript, что-то в этом роде. Так что можно и ракеты уже писать. Так, давайте двигаться дальше. Да, вон пишут, что десктопы для B2B все еще на первом месте. Так, следующий вопрос. Так, тут есть такой очень длинный вопрос, наверное, я его пока не буду спрашивать. Есть ли какие-то паттерны организации структуры файлов приложения? Вот у вас, как вы обычно организовываете структуру файлов? Давайте я начну. В общем, долгое время, на самом деле, холивар ходил. То есть есть такая штука. Расскажу, как я всегда делал, как меня учили мои сенсеи. Есть, представим, что компонент. В компоненте лежит индексовый файл, который отдает этот код, то есть этот компонент условно. Есть вторая практика. У тебя есть папка, в ней лежит просто индекс-файл, который делает... Единственное, что он делает, он импортит в себя компонент и экспортит из себя его все. То есть есть вторая такая холиварная штука. По крайней мере, третьей стороны я никогда не слышал и не знаю, но вот как по мне, аргументация стороны типа, что индексовый файл нужен, потому что когда ты работаешь с компонентом, он у тебя в VDE-шке отображается сверху и пишется, что за файл, с чем ты работаешь. Я всегда говорил, если вы открываете несколько файликов индексовых, то у вас просто до индекса пишется название папки с названием этого компонента, все, профит. Вот, я понимаю, что есть некоторые ситуации, когда у тебя действительно папочка из нескольких компонентов, и там у них один индексовый файл, он их просто берет и экспортит наружу. Вот, это, да, это действительно необходимость. Но мы вот в компании, у нас два лагеря, кто-то делает с индексовыми файлами везде, то есть вот просто прокси такие файлики, а кто-то следует тому, чему я следую. Вот. Ну да, да, я понял, про что ты говоришь. Я тоже пришел вот в компанию, там ребята писали индексовые файлики, и поначалу у меня немножко пригорело, я даже затвитил, типа, зачем вы просто перепрокидываете одни и те же компоненты туда-обратно, но в итоге вроде как общий код стайл смирился. Ну, то есть это такая, да, штука с компонентами. Окей, Вова. Я боюсь отъесть слишком много времени, так что ты меня останавливай, как только надоест. Хорошо. Потому что когда мы говорим про структуру файловую для компонентов, то наверняка вы так или иначе слышали, что BAM, кроме двух подчеркиваний, в том числе изобрел еще, как раскладывать файлы по диску. И уж только ленивый нас в свое время не троллил о том, что мы очень странные. Действительно, мало того, что, кажется, вот прям правда из первых начали каждый отдельный компонентик класть в отдельную папочку, а не просто писать все в style.css, и у нас появились отдельные файлики для скриптов, и все дальше в папках. Но мы же на этом не остановились. У нас появились отдельные папки для частей компонентов с двумя подчеркиваниями в названии, разумеется. У нас появились отдельные папки для модификаторов каждого компонента, и компонент мог быть такой очень богатой структурой. А еще у нас была концепция уровней переопределений, и это была такая возможность наслаивать реализацию компонента друг поверх друга так, чтобы ты мог написать, например, нечто общее для всех платформ, потом какую-то отдельную часть для десктопа, часть, допустим, для мобильных. И вот нужно было все это склеить по файловой системе. У нас про это там был собственный сборщик, собственная система зависимости, когда еще никаких веб-паков не было. И мы придумывали даже из-за того, что на каком-то масштабе это становилось не так-то очевидно, когда у тебя таких слоев десяток, и вся эта сложная структура и иерархия, мы даже думали о том, что нам нужен фьюз, который бы маппил файловую систему в разные представления, чтобы можно было удобно поработать с компонентом, видя все его слои. То есть там прям была такая большая-большая вокруг этого история. Но сейчас, кажется, плюс-минус все устаканилось, и компоненты все раскладывают одинаково. Но появился новый челлендж. Вот мы заезжаем в Монорепу, и как разложить файлы не в плане каждого компонентика, а как жить целыми проектами так, чтобы всем было нормально, и никто никого локтями не пинал. И вот это да, это вопрос. Как раз расскажите, как вы живете, если вы живете вдруг в Монорепозиториях. Да, кстати, вот про BAM. Действительно, вы можете зайти на сайт bm.info, и там слева есть раздел «Файловая структура». И, в принципе, можно почитать про то, как это в BAM устроено. Кстати, а можно я еще чуть-чуть добавлю? Займу, наверное, чуть меньше минуты. Я не успел просто договорить. В общем, вдруг, если действительно есть потребность разложить красиво файлы, я расскажу на примере своих проектов, как это делается. У нас есть, собственно, проект. В проекте там поверхностно лежат всякие настройки с линтерами, с другими файликами, которые не касаются уже статики. Есть папочка с вебпаком, куда конфиги вебпака закидываются. Есть папочка source, то есть со всей нашей уже статикой. В руте ее мы обычно складываем файлик с константами, с CSS-константами, с глобальными какими-то стилями. То есть мы используем CSS-модули, и все, что глобально мы переопределяем, у нас в руте этого сорса лежит. Так как мы используем React, Redux, в моем случае это Saga, есть отдельная папка под названием Reducers, есть отдельная папка с названием Saga, куда, естественно, это все складывается, чтобы отделить бизнес-логику от логики отображения. И, собственно, папочка с названием либо Modules, либо Pages – это, собственно, странички наши. То есть там просто, грубо говоря, пять страниц на приложении, пять папочек, и все эти компоненты, вьюшки, которые там используются, они уже структурированы именно в них. Если у нас есть общие реиспользуемые какие-то вьюшки, они просто лежат в отдельной папочке shared на уровне, то есть с тем же Redux и Saga. То есть на самом деле очень многие люди, которые там ищут себе какой-то boilerplate, я им это показываю. То есть, ну, как и файлики раскладывать, чем пользоваться, все очень рады, говорят очень удобно, понятно, интуитивно. Так что если вдруг что, пользуйтесь, пишите мне, я могу вам скинуть все это. Да, у меня на проекте, если мы рассматриваем структуру не только компонентов, а всего того, что у нас есть на проекте, у нас каждая сущность живет на своей папочке. Там, условно, есть папочка Pages, в ней есть какие-то разделения на нам Space, на страницы, на подстраницы, то есть там, можно сказать, древовидная структура этих страниц. Есть какая-нибудь папочка с атомарными компонентами, которые относятся к UI-киту, которые, можно сказать, тупые. Есть отдельная папочка со сложными компонентами, которые реализуют какой-то законченный, конечный функционал, которые переиспользуют как раз те компоненты из UI-кита. И уже все остальные сущности, там, условно, клиенты, модели, вальдаторы и так далее, тоже все живет, каждая в своей разной папочке. Вот. Чтобы можно было их проще переиспользовать и тестировать. Так, есть вопрос из чатика вот для Вовы. Вов, расскажи, почему была? Вы отказались от уровня переопределения? В пользу чего? Ну, на самом деле, как от концепции не отказались, но с точки зрения реализации, все-таки мы в итоге путем долгих-долгих экспериментов пришли к тому, что должны быть явные импорты все-таки. Это важно и при заезде на TypeScript, когда ты просто вот не можешь иначе, тебе важно, чтобы у тебя действительно на уровне языка все было видно, на уровне IDE все было видно. Если раньше у нас был какой-то конвеншен, и разработчик просто знал, как все потом будет собрано, то теперь это явным образом написано в коде. И, соответственно, сама идея уровней переопределения, она остается, и у нас есть на GitHub пакетик под названием BAMDI, который как раз дает возможность реализовать все то же самое, что раньше, но с точки зрения реализации по-новому. Пишут, что у Яндекса есть какая-то своя документация по BAM, которая круче, чем с сайтик BAM.info. Вот, может быть, вам стоит его обновить немножко, чтобы люди немножко въехали. Так, ладно. Может быть, в Монорепе вопрос Владимира? Монорепом, структурой, как организация кода? Хороший вопрос. Да, да, Андрей, расскажи, какие паттерны вообще вот структуры проекта у вас встречаются? Организация структуры приложения, структуры файла. Я вообще предлагаю фичу слайсинг, фичу слайсинг, но это... И да, но вообще команды сами выбирают, и у нас нет такого насаждения, что все пишем в таком стиле, типа рекомендация фичу слайсинг, а так кто так... Все варианты, что сейчас озвучены, я когда-то видел. Можешь немножко про фичу слайсинг рассказать, чтобы... Как раз, как Денис, наверное, сказал, что у тебя есть какие-то директории, в которых есть все, что нужно для компонента, для какой-то фичи, все в этой директории внутри. То есть у тебя нет так, что у тебя есть папочка редюсер, там 45 редюсеров, и тебе надо их этот... И отдельно есть папочка экшен, у тебя там 156 экшенов, а у тебя все есть. Отдельно сгруппированный по какой-то фичовой контексту весь функционал и все, что ему нужно. И потом это получается. Ну да, то есть, грубо говоря, если приходит бизнес и говорит, что вот давайте удалим вот эту вот фичу, тебе нужно просто удалить эту папочку и удалить где-нибудь импорт, да? В идеальном мире, да. А так все проработано. Так, значит, все. Следующий вопрос. Двигаемся дальше. Так, вопрос, наверное, к Тинькову. Что сейчас у вас больше, Angular или React? Какие тенденции на рынке есть по Angular community? Я не отвечаю за Angular. Я думаю, Angular постепенно сравнялся с React. И сейчас, возможно, немного больше разработчиков, но плюс-минус очень схожи. Типа 50 на 50. Это два основных направления Тинькова, React и Angular. В Angular написан не только весь бизнес, а еще там внутренние проекты, поэтому на нем больше написано, чем видно извне. Но я думаю, 50 на 50. Весь все для физиков, физических лиц пишется на React более-менее, и там один стэк. И все остальное пишется на Angular, там другой стэк. Ясно. Так, давайте возвращаемся к дискуссии. Вопрос. Как относитесь к Electron.js? Я недавно видел какую-то его альтернативу, которая не тащит за собой Chrome и V8, а использует нативное то, что у вас установлено в системе. То есть в случае Mac OSI – это Safari со своим WebView, в случае Windows – это Edge со своим тоже каким-то WebView. И у вас нет такой вот самой пожирающей штуки, которая постоянно жрет оперативку и вашу батарейку на вашем ноутбуке за счет того, что у него нет электронов. Так эта штука очень классная. Вы всегда можете ваш веб-чип взять, упаковать в него и давать его какому-то заказчику. То есть вам чуть проще разрабатывать ваши продукты. У вас, можно сказать, и веб, и с небольшими усилиями получается скопное приложение. У кого-то еще есть электрон в компаниях, в проектах? Я знаю, что... У нас точно есть. Я не назову сходу конкретные проекты. У нас, наверное, просто есть все, что угодно, поэтому можно тыкать наугад пальцем и точно встретиться. Про электрон на 100% уверен, что есть. Ну и да, действительно, это все та же самая история, что коль скоро важно сверстать для браузера, то зачем повторять для десктопа отдельно? Насколько я знаю, на электроне хорошо пишутся всякие кассы, где надо железом работать. То есть если вы хотите на JavaScript написать что-то для работы с железом, то можно такой мостик при помощи электрона сделать. Так, ладно. В чатике... Давайте пока вопросы из чатика отложим. Ребят, я просил вас что-то, может быть, принести. Есть ли у вас какие-то темы, которые вы хотели бы сейчас еще вкинуть, спросить? У меня есть с собой очень классная холиварная тема. Знаете, в некоторых языках типа Go и Rasta есть какой-нибудь Go-форматер, например, который ваш код постоянно приводит к одному виду. И вы не сможете написать там условно. У вас всегда есть точка запятой, у вас всегда используют двойные кавычки. Вы живете в классном, прекрасном мире. А не нужен ли нашему фронт-энду такой инструмент? От него зависит то, есть ли у нас эти холивары внутри команды. И чтобы их в рабочее время не разводить, я предлагаю их сейчас вот по поводу этой темы разводить тут. То есть нужен ли нам ретер и для него один конфликт, чтобы он был вообще не расширяем. Чтобы у нас был всегда там... Было или не было точка запятой, были двойные кавычки или одинарные, чтобы всегда была висящая запятая и подобные штуки. Как вы думаете? Так, ну это похоже на технофашизм, про который я говорил. Да, это похоже. Я могу сразу рассказать, что мы предпринимали очень много попыток. Мы написали такой конфиг, который удалось согласовать представителями комитета. Они сказали, да, вроде похоже на правду, давайте так жить. И это невозможно внедрить в масштабах компании. Просто это бойкотируется на местах, хоть ты режь. То есть, грубо говоря, если всем в проект насильно завести такой конфиг, отформатировать код, то люди просто начнут уходить и говорить, что это висячая запятая, она критична. Уходить не знаю, но в итоге вот этот конфиг часть проектов не стали внедрять, часть внедрили и написали потом поверх своих переопределений. Кто-то сказал, ого-го, это же нам нужно теперь все отрефакторить, нам некогда. Мы сказали, так там же все автоматически отрефакторить. Они сказали, ой-ой-ой, бла-бла-бла, не слышим, некогда. В общем, невозможно. Так, ясно. У кого какой еще? На самом деле есть такая проблема, что с одной стороны это круто, да, классно, но это некие рамки, а разработчики это все-таки не люди, которые стоят у станка и печатают там что-то одно. То есть это свобода мысли какой-то в любом случае есть. И если ты его забираешь у человека в виде хотя бы добавления одной запятой после последнего элемента в массиве или объекте, но это не то, что какая-то атомная бомба, но это демотивация. То есть кто-то решил где-то, тебя не спросил. Ну, это вот как, например, я бы посчитал. Кто-то решил где-то, тебя не спросил, пришел, тебе поставил. А ты думаешь, а почему? То есть я не согласен. Вот. С одной стороны, если бы в JavaScript вообще не было варианта написать что-то по-другому, холиваров бы и не было. Вот. Но я считаю так, что должен быть просто общий набор правил, и из него можно двигаться шаг вправо, шаг влево делать, потому что это не смертельно. То есть никогда ни для кого не было смертельно. Ну, как-то так. В команде у нас холиваров вообще нет по этому поводу, потому что вот есть линтер, а как бы если ты думаешь, что должно что-то работать по-другому, обоснуй. А вкусовщину обосновать в принципе невозможно, поэтому... Но увей, кто-то линтер сделал первый, то того и тапки, как говорится. А как междукомандное взаимодействие, когда тебе нужно кого-то позвать на помощь, когда тебе нужно пошарить какой-то компонент между разными командами? Мы шарим компоненты, если это действительно того стоит, через NPM-пакеты. То есть человек пишет NPM-пакет, заворачивает его, закидывает в этот... То есть контрибьют внешний в этот пакет невозможен? Почему возможен? Но тот человек, который приходит контрибьютить, он подчиняется правилам линтера. То есть ты приходишь со своим, скажем так, со своей книгой кому-то в храм, и, естественно, ты же не будешь там стоять с ней, как бы махать и говорить, что ты прав. Нет, ты пришел в гости, будь добр, веди себя как гость, а не как дома. Вот и все. Я так лично, я этим руковожусь, я всегда уважаю чужой выбор. То есть если кому-то нравится висящая запятая в его проекте, не вопрос. То есть я выставлю, то есть я же не буду говорить, нет, давай поменяем. То есть это не в моих интересах. Я пришел, сделал фишу, я ушел, все. Я ушел в проект, где нет висящих запятых, все довольны. Тут, наверное, нравятся контексты. С одной стороны, наверное, большая монорепа была, где там, если не так, с другой стороны, много реп. В большой монорепе у нас был один пак правил, и все его придерживаются. Особенно большого проблем негатива не слышал, но сейчас просто есть стандартный пак, который поставляется через NPM правил. Хочет проект, использует, хочет, дополняет, хочет это. Ну, окей. Отлично, мне от этого не болит их выбор. У вас какой-то свой пак? То есть это просто… Да. Ну, типа как Airbnb есть. Как Airbnb, да, выкладывает свой пак. Точно так же у вас свой набор правил. Да. Да, понятно. Ну, да, если, наверное, ты пишешь не на Go, не на Rust, а вот ты именно пишешь на JavaScript, на таком очень гибком языке, то надо быть достаточно гибким и ментально, и быть готовым принимать любые варианты написания, даже если, ну, там, не знаю, переменные в проекте названы лесенкой. Ну, было бы лучше, если было бы как в Go или Inter и все остальное. Это я бы, если бы выбирать все хаос, как сейчас, и все за нас решили, окей, лучше пусть за нас все решат. Все. Ну, возможно, да. Не надо JavaScript, как и Inter в Go. Не надо. Не надо. Вы не захотите эту боль. С другой стороны, может быть, это уменьшило бы какую-то эволюцию, развитие, что меньше бы приходило таких вольнодумцев и не придумывали какие-нибудь вещи, где там, знаете, наверное, где можно любой JavaScript в пять символов, да, так обфусцировать. Не встречали. Ну, в общем, всякие такие эксперименты. И, естественно, GoFarmator бы ничего такого не пропустил. Так, ладно, Вань, отличная тема. Обсудили. Дальше кто? Мы, на самом деле, обсудили, по крайней мере, все мои болящие вопросы. Вы уже их обсудили, поэтому я, если что, нечего мне. Ты пуст. Да. Так, Андрей, Вова, что-нибудь есть кинуть? Ну, я могу задать вопросы из своего доклада на ваш взгляд, про них послушать. Вот все-таки пробовали ли вы у себя посчитать, есть ли какой-то профит от того, чтобы пытаться на несколько больших команд, на нескольких разных продуктов растащить общую дизайн-систему, увидеть какой-то профит не только от переиспользования кода, там еще плюс-минус как-то понятно, а именно от консистентности того, что все выглядит одинаково. Можно ли это как-то измерять? И точно ли такие попытки дают экономию, а не, наоборот, лишние расходы? Я расскажу быстро про свой проект. Мы занимаемся аутсорсом, конкретно моем проекте, хоть кода и много, и есть вот та самая дизайн-система, она используется в рамках одного проекта, у нас такой проблемы пока нет. Наверное, это хорошо. Да, да, Вов, у тебя очень огромные масштабы мысли идут, и, конечно, вот растаскивать дизайн-систему, мы тоже просто до этого не доходили. Максимум, докуда мы доходили, что мы сделали дизайн-систему, она у нас была на трех проектах, но в итоге эволюция остановилась, вот, и дальше мы не пошли. Вот, может быть, у Андрея какой-то опыт есть, у Дениса. У меня как раз доклады Владимира как раз стали задуматься, точно ли это хорошо. Потому что до докладов Владимира, я думал, ну, типа, у меня не стояло таких вопросов. Не знаю, типа, если у вас большие проекты, то, возможно, стоит шарить, делать что-то общее, если там все, если нормально написаны, просто у нас есть, например, UI-кит, который используется там всеми React-командами, которые пишут на Tinkoff UI, на Tinkoff.ru, и есть в Angular'е свой ангуляровский кит, который тоже очень широко используется. Мне кажется, если контролировать все от дизайна, и чтобы дизайнеры тоже писали в определенном стиле, все на блоках, и у нас в Tinkoff'е решено это тем, что у нас просто мало дизайнеров, и все они все поддерживаются очень, используют одинаковый дизайн, одинаковые блоки. И если в дизайне все хорошо, то UI-кит может помогать и улучшать, и делать более-менее, чтобы дизайн и все выглядело как-то консистентно относительно других. И поэтому, возможно, ну, при этом UI-кит надо уметь хорошо писать и много в него укладывать силы с ресурсов, документацию, тесты и все остальное, чтобы он от него не болел, а другим командам, и это одна из проблем, что надо решать. В общем виде, возможно, на масштабах Tinkoff.ru UI-кит скорее да, чем нет. Без него было бы еще хуже. Типа, ну, возможно, на масштабах Яндекса это другое, но надо посчитать тоже по формулам Владимира, посмотреть, что у нас. Но вы все-таки более-менее про одно. А представь себе ситуацию, когда кроме банкинга у тебя появляются абсолютно не связанные с этим вещи, вот совсем. Андрей, извини, а у вас для ангуляра одна система компонентов, для React-а другая, да? То есть это разные? Да, я, я. Окей. Классно, да, сочувствую. Это другая боль, но это ладно. У меня есть, кстати, большой опыт, про который я могу поделиться. У нас в компании раза 3-4 пытались завести UI-кит, дизайн-систему. Зашло это только после того, когда сделали под это отдельную команду, выделили отдельного дизайнера, добавили продуктовнера, и вот тогда приняли сверху решение, что все, ребята, сейчас делают для всех компоненты, вы на них переезжаете потихонечку. Новые проекты уже создаются только используя эти компоненты. И с точки зрения бизнеса, с точки зрения пользователя, это, конечно, профит большой, то есть человек видит идентичный интерфейс везде, то есть не от продукта к продукту, там модалки разные, дропдаун-листы, то есть кнопки, понятное дело, заверстать не проблема в одном стиле, но когда у тебя просто эффекты везде разные, появление, исчезновение, это бросается в глаза сильно. Вот. И сейчас у нас, на самом деле, это круто все работает. У нее, конечно, есть свой недостаток, она очень, ну, UI-кит очень толстый. То есть, очевидно, требований столько, что подстраиваются компоненты практически под суперлюбой кейс, и, естественно, если твоя кодовая база раньше была там с разряда 200 килобайт всего, то при использовании того же UI-кита ты вырастаешь, то есть там вырастаешь до 500, а может и больше, потому что используются зависимости, возможно, на все случаи жизни, а не на те, которые вот тебе нужны здесь и сейчас. Собственно, скорость разработки становится действительно чуть-чуть быстрее, но нужно понять, что, например, у нас сейчас это все в активной форме идет, и там, грубо говоря, каждую неделю создаются новые версии этих пакетов, тебе их нужно постоянно обновлять. То есть пока мы, грубо говоря, работаем на благо будущих поколений, которые будут работать в домклик. Сейчас мы вот эти все грабли на себя собираем и ждем, когда темпы разработки снизятся и сможем вздохнуть. Я все. Хочу чуть и прокомментировать, и задать встречный вопрос. Прокомментировать, например, о том, что вот как раз, может быть, посмотри на наш UI-кит, мы его тоже заопенсорсили. Там решена проблема необходимости затащить на клиент прямо все. Ты можешь очень гранулярно все нарезать, даже не покомпонентно, а даже сам компонент порезать на части и собирать только нужные кусочки, причем даже не на этапе три-шейкинга, как обычно, когда там давайте мы все наимпортим, потом лишнее отсохнет, а наоборот, прям вручную ты можешь накомпозить себе только натурально то, что сейчас потребуется. Это первая часть, которая решает проблему именно рантайма. Второй момент про инфраструктуру для автообновлений. Мы тоже над этим достаточно много поработали и, кажется, пришли к решению. Но, опять же, если, например, жить в Манарепе, там еще все становится проще. Можно линковать напрямую и апдейты делать сквозными. Ну и вопрос к тебе такой. Да, умозрительно кажется, что разная анимация, она как-то заметна пользователю, и, наверное, каких-то супер-эстетов это напрягает. Но как измерить вот эти усилия, которые ты тратишь на то, чтобы каждая модалочка всплывала суперодинаково, и тот профит, который пользователи получают от этой одинаковости, точно ли потраченные усилия будут хоть когда-то вообще возвращены? Ну, тут действительно сложный вопрос. Нужно проводить исследования, нужно там фокус-группы делать, показывать им анимацию и измерять их настроение. Скажу честно, вот лично меня, да, как эстета, как человека, который пишет фронт, меня всегда раздражает, когда что-то работает не одинаково. Я думаю, таких людей очень много, в принципе, в мире, и если вы заходите на какой-то... То есть можно взять машину, да, у нее дверь открывается и справа, и слева одинаково. То есть там никакого эффекта звукового слева и справа разных не происходит, никаких там скрипов, еще чего-то, ну, обычно, как это бывает. И берем приложение. В принципе, это тот же продукт, как и вот что угодно, у чего все одинаковое. И, скорее всего, если ты делаешь какой-то действительно продукт и вкладываешься в рекламу, то почему бы не вложиться... То есть реклама стоит больших денег. Ты раскручиваешь продукт, почему бы тебе не вложиться в людей, которые сделают даже... Не то, что, да, сейчас мало профита, профит будет потом, когда это все закончится. Вот тогда и разработчики не будут тратить просто время на то, что ты делаешь сейчас руками. И интерфейс везде. То есть у нас очень много продуктов в домклике, очень много продуктовых команд. И вот когда действительно отсылки к ссылке все работает чуть-чуть по-разному, а где-то еще даже кнопочки разные с точки зрения цветовой схемы, дизайн-системы, ну, выглядит это ярко... Ну, короче, выглядит это не очень. Это действительно заставляет задуматься, что ты зашел не на какой-то крутой продукт, а зашел куда-нибудь там к студентам посмотреть, как они что-то сделали. Но это субъективное мнение. Но вот насчет того, как вы разбили компоненты, да, это очень интересно. Я посмотрю, потому что, возможно, это бы решило мою боль в виде немного толстоватых компонентов. У нас, похоже, кстати, разбиты тоже, как Владимир. У нас тоже куча NPM-пакетов. UIKit — это 100 с лишним NPM-пакетов. У нас просто, да, у нас и 3-шейкинг, и все в разных NPM-пакетах лежит. Кнопочка отдельно, полюшечка отдельно. Но вот как правильно Владимир заметил, что этого бывает недостаточно, и нужно, чтобы некоторая функциональность как бы выплывала из этих пакетов, потому что она везет за собой какие-нибудь лишние депенденсии. В этом смысле у нас один пакет, в нем много компонентов, но они очень-очень гранулярно разбиты на части. Я так понимаю, это похоже на Lodash, да, Витс? Ну, по-своему, да. Только тут возможность... Ну, да, да, наверное, для простоты можно и так это воспринимать. Ну, какая-то ассоциация, чтобы была. Ясно. Ладно, давайте перейдем дальше. Андрей, что-нибудь есть у тебя вкинуть? Или я могу задать вопросик из чата? Давайте. Что, вкинешь что-нибудь? Спросишь? Нет, давайте пока скип чуть позже. Показать скип, окей, да. Значит, в чатике спросили, что вы думаете про исчезающие фреймворки, например, Svelte. Вот так вот. Это очень классный подход. Вот то, что ты говорил, что Angular даже там на четыре странички может собираться несколько минут. Может быть, он под капотом тоже сам пытается сделать немножко, уменьшить свое влияние на рантайм. По мне, это очень классно, когда мы думаем о том, что будет исполняться у клиента. Как я уже сегодня всю свою канву выстроил, что нужно забывать о перформансе наших, как это все будет выглядеть у нашего клиента, сколько мы его ресурсов потратим, чтобы показать нашу красивую формочку. По мне, это очень классно. Но когда у нас большие фронтенды, вот как в случае Яндекса, когда у нас страница 0, когда у нас наш фронтенд, это очень много-много по метражу занимает, то, возможно, выигрыш этого исчезающего фреймворка будет небольшим. Там же есть все равно какие-то моменты, когда то, что мы пишем на React или на Vue, и то, что мы пишем на том же самом Svelte, когда они равняются друг с другом. Ну, я тут могу как раз про нас прокомментировать, что на самом деле нам, несмотря на размер и кодовой базы, и вообще, может быть, самих страниц, нам очень перформанс критичен, и какие-то вещи мы поэтому вынуждены писать вообще на ванильном JavaScript, и мы пытаемся разбить страницы на части, чтобы вот у тебя отрисовалось максимально быстро что-то, даже до того, как backend успел переварить запрос, там рисуется шапка, которая у всех плюс-минус все равно одинаковая, и эта шапка рисуется раньше, чем успеет загрузиться ядро React. Поэтому, нет, это важно, это круто. Нет, а вот речь именно про исчезающие фреймворки, там что-то вроде того, что нету... что на этапе компиляции фреймворк он вырезает. Да, да, да. Это вот как раз о том, что нативные какие-то вещи, которые мы сейчас вынуждены писать на ванильном JS, мы могли бы писать потенциально на том же Svelte и получать примерно то же самое, только чуть удобнее в процессе написания кода. Да, React ведь тоже пропадает со своим JSX, JSX компаница, ну, типа, приводится к вызову функции createElement. Почему он не исчезает? Ядро остается, и ты должен дождаться его. Это проблема. Ну да, функция createElement, библиотечная функция, она все равно должна появиться. Окей, ну, тут может иметься спрашивать, то, нужен ли нам virtual DOM, а не исчезающий фреймворк, потому что так или иначе, транспилляция кода у нас происходит, что он гуляет, что для Vue, что для Svelte? Ну, да, это отдельно. То есть у нас часть кода все равно какая-то отсыхает? Тут, скорее, количество работы на компайлере, то он просто трансформируется с одного в другое, а от другое он прям занимается тем, что перерабатывает твой код, полностью его переписывает и так далее. В нашем кейсе мы смотрим, да, на Svelte, либо Resolid, и как-нибудь затестим пока в таком. То есть вполне отлично. Может быть, да, они выстрелят в будущем. Денис? Мне нечего, на самом деле, добавить. То есть, не знаю, я не пробовал, я не смотрел. Для меня, как React был, то есть вот есть React, если хочешь еще суперперформансный, то бери уже JS нативный, ну, ванильный, и пиши. Ну, как по мне. То есть в React, конечно, самое отстойное, что React дом жирный, но, в принципе, если мне бы были нужны какие-то кейсы, я бы, возможно, постарался их бы решить и без React. Ой, без React, без JS даже в целом. То есть если бы была задача сделать что-то суперперформансное. И, на самом деле, очень классная практика, когда мы что-то, что можем перетащить на compile-тайм, мы это делаем. Те же самые декораторы мы можем с помощью TypeScript-трансформеров перетащить часть работы с рунтайма на compile-тайм, когда наши декораторы раскрываются, ну, то есть там меняются типы. В общем, весь этот magic происходит на compile-тайме. То есть мы очень сильно облегчаем жизнь пользователю. В итоге скомпилировать бинарник вообще, да, все-таки? С чего мы все начинаем? Блин, да, и списать на Go. Нормально, уйти от трендов. Да нет, ладно, ладно, писать декоратори. Подожди. По поводу еще связающихся фрейморков, у них еще очень быстрый сервисат рендеринг. Во многом раз в стояреакта, это тоже один из плюсов. И в рунтайме NF, и на бэкэнде ты тратишь меньше процесса на времени на адресов кодной странице. Это тоже один из поинтов. Да, в общем, я подытожу. Тема перспективная. Продолжаем наблюдение. Так, дальше. Вопрос, наверное, от меня. Как раз один из евангелистов с Велта в чатике нижегородского JS-комьюнити. Вот я попросил тоже накидать вопросы. И вот он спросил, действительно ли… Так его зовут Паша Малышев. Вдруг кто знает. Действительно ли архитектура на основе композиции компонентов в виде иерархического дерева является наилучшей для фронтенда? Есть ли альтернативы? Просто раньше были всякие MVC-подходы в бэкбон. Был императивный подход о леджи-квере. Вот сейчас у нас очень много вот именно иерархической композиции компонентов. Вот как думаете, что будет дальше? Либо мы нащупали какой-то идеал? Ну, если сравнить, смотреть, что SwiftUI, иерархическая похожая структура, как мы сейчас пишем в Web, и в Composer андроидский, то, кажется, этот подход выигрывает, и пока лучшего нет. Типа, потому что он перешел в мобильщиков, и мобильщики скоро будут писать. Очень похоже, как мы пишем. Уйдут от всех их странных вещей, которые меня всегда удивляли. Так что, мне кажется, может быть, что-то есть, но лучший вопрос пока, возможно, нет. Ну, да, мы тоже вечность назад начинали с XSLT, потом нам пришлось написать свой XSLT на JavaScript, пока не было альтернатив, и сейчас перешли к React. То, по сути, да, вот этот декларативный подход с деревом, он удобен. Ваня, Денис, вы думаете? Я полностью поддерживаю коллег. Мне тоже нечего добавить. Ясно. В общем, MVC и императивные подходы на фронтенде, они проигрывают, и иерархические компоненты проникают в другие сферы разработки. Так, ладно. Вопрос из чата Angular. Ребята интересуются, чем именно Angular является сложным? Он не является сложным, просто под него есть свои задачи. Как-то раз я спросил у Angular-разработчика, а как же веб-перформанс, как же там быстро доставить твой JS? Он мне сказал, ну, пойми, дружище, Angular-это не про это, Angular-это про админку сделать. Вот, собственно, я пробовал Angular, честно, пробовал, мне не зашел. Вот не потому, что он какой-то сложный, просто я не понял, зачем мне это все нужно, если у меня есть вьюшка, которую я могу взять даже, чтобы вот собрать быстро какой-нибудь лендинг. Я могу реально взять React, сделать пререндеринг и наслаждаться жизнью. Мне не нужно тащить никакие другие там вещи типа middleware-ов, store-ов. То есть если у меня задача просто сделать HTML-ку, то есть конфижить, взять, сконфигурировать, собственно, собрать из кусочков таких маленьких, как вот Lego в детстве, наверное, каждый собирал. Я очень любил. Я вот просто люблю. То есть взять то, то и смешать, и выдать какой-то продукт. Angular тебе этого не позволяет. То есть он тебя ограничивает со всех сторон. А как мы уже тут поняли, что фронтендеры не любят ограничения сильно. Вот и все. Блин, по мне это очень классно, когда вот тот же самый Angular, у него из коробки есть практически почти все. И он вот, как Денис сказал, он тебя ограничивает. Так это тоже классно. К тебе приходит новый джун, ты говоришь, вот тебе Angular, держи, читай спеку, все, ты ограничен с всех сторон, ты себе не отстрелишь ногу. Классно? Классно. Да, очень большой порог входа, но очень много плюшек он дает. Я к фронтендер с ним сталкиваюсь очень редко, но мои знакомые и друзья, которые пишут бэкэнды, у меня есть очень показательный пример. Вот мой дружище пишет на Java и на Spring, он взял как-то раз в руке Angular, и он был очень счастлив. Ему это все очень понравилось. То, что концепции сильно похожи. Ну, не считай, что там фронтенд, бэкенд, но да, проблема доставки, проблема клиента, то, что ему придется это разгребать. То, что мы для себя выстроили классный DX, он будет у себя немножко страдать. Angular классный, но для своих задач. По поводу перформанса, кстати, они сильно улучшили, после чего у них там есть Angular, AOT, и куча всяких вещей. И, типа, сейчас значительно быстрее, потому что они убрали всю эту компиляцию. Но все равно тебе вместо 20 килобайт в случае React приезжает, сколько там, килобайт 100 в случае Angular, ты немножко все равно страдаешь. Ну, конечно, можешь что-то поотрубать, но... Я вот попал в историю такую же, в которую Вова просто очень долго собирался у меня. То есть команда ng-build-прот шла как-то просто неестественно долго, и я просто не стал даже связываться с этим. Они, кстати, сейчас переделали это. Они теперь при compile-time, все такое. У них сейчас все быстрее. Ну, не знаю, мне Angular нравится. У него там есть много всего отличного. BI и нормальный роутинг. CLI. Мне не нравится, что в React нет ни роутинга нормального, ни CLI, на мой взгляд. Create React, он слишком маленький. Единственное, что мне не нравится, там, темплейты и разрозненность. Но, не знаю, Angular хороший фреймворк для своих... Для средних, больших типовых проектов. Отлично. Он все за тебя решает. Тебе надо вкладывать множество сил, усилий в то, что тебе придется вкладывать в React. Хорошо. Движемся дальше. Вопрос из чата. Смотрели ли в сторону Solid.js реактивность из коробки без виртуального дома похож на React по API? Кто-нибудь пробовал, не пробовал? Это типа свилта. Тоже есть полуисчезающих на compile-time и так далее. Тоже стоит посмотреть. Есть. Ну, я так понимаю, что все исчезающие вот эти вот решения достаточно перспективны, да? Они выигрывают за счет размера, скорости сильно. Вот тут у нас появляется проблема курицы и яйца. У нас нет инфраструктуры для всех этих Svelte, Solid и так далее. В последний раз, когда я тыкал тот же самый Svelte, у него была проблема, что ты не мог нормально туда TypeScript подкнуть. Ты не мог нормально строить ESLint вокруг него. Тот же самый Solid, но, может быть, у него есть такие же проблемы, и пока не было для него достаточно экосистемы, это нельзя брать в большой продакшн. Олег, там, кстати, GSX, там уже проще. Ну, все равно различные библиотеки, там, компоненты и так далее, на которых ты можешь быстренько набросать какой-то MVP. Так, ясно. Давайте вернусь к вопросику в начале чата. У нас остается с вами буквально там пять минут. Сейчас буквально несколько вопросов еще. Как считаете, к чему в идеале должна прийти разработка веб-отделе, по вашему мнению? У нас есть, допустим, дизайн-система, все распилено на микрофронтен, сборка настроена, вот, все-все есть. И, соответственно, как работать программисту? То есть во что должна прийти разработка программиста, когда вот вокруг него все настроено, все составлено, такой конвейер как бы запущен, чем заниматься? Форму шлепать, шлепать формы, клепать формы. На самом деле на бэкэнде, примерно, такая же ситуация, то, что когда у тебя все у крупно настроено, ты просто фигачишь контроллеры, модельки и сериалайзеры. Ну, то есть когда у тебя нет каких-то сторонних интеграций, да и во фронтенде, а в конечном итоге все придет к тому, когда у тебя все настроено. Ты просто клепаешь новые странички, новую функциональность, ну, все. Возможно, устраиваешь какие-то эксперименты, там, АБ, что-то улучшаешь, какую-то новую функциональность, добавляешь старой компаниейки, переписываешь, но по мне это просто формошлепство в конечном итоге превращается. Как в этой шутке про сисадминов, да, что хороший сисадмин тот, который не работает. Если все настроил, то можно, в принципе, отдыхать, не работать. Так, ясно. Есть что дополнить? Можно еще пойти в другую компанию, настраивать это все как вариант. Да-да-да. Есть же, как это называется, шоураннеры, да, как шоураннер. Ты приходишь, запускаешь какое-то шоу, оно без тебя работает, ты уходишь запускать новое шоу. Но надо тоже отдать должное, что все это приводить в порядок – это долго. То есть всегда есть бизнес, во-первых, потребности, которые ты должен всегда закрывать, и ты какое-то время уделяешь вот этой настройке. И, к сожалению, это довольно небыстро, поэтому много лет может пройти, пока ты зажжешь новое шоу. И, возможно, за время, пока ты настраиваешь, требования успевают так поменяться, что пора настраивать что-то новое, более сложное сначала. Да, даже так. Так и в ловушке в большой компании, да. Поэтому у нас работа бесконечна, да, потенциально получается. Ладно, следующий вопрос. Пробовали ли Elm Lang? Как вам идея создания совершенно нового? Я немножко пробовал, но я его пробовал на небольшом объеме, и я его не втыкал никуда в продакшн, потому что, по мне, это очень опасно, такую штуку куда-то внедрять. Снова уже вспоминаем экосистему и так далее. Сам по себе язык классный, и те гарантии, которые он дает, то, что у тебя в рантайме ничего не упадет, это очень классно. Но прямо сейчас, можно сказать, если ты захочешь возрасте на большой проект, тебе нужно, чтобы твои сотрудники, твои разработчики, у них была следующая компетенция. Они должны пойти почитать документацию, какой-то небольшой подпроект на этом писать. И это те гарантии, в общем, которые он тебе дает. Тебе нужно сильно много туда инвестировать, прежде чем это использовать. Вроде даже есть несколько компаний, которые используют у себя Elm на довольно больших системах. То есть они там берут каких-то функциональщиков, ребят, которые на всяких хаскелях и подобных языках пишут, и немножко их перевучивают на Elm, и все классно, круто. Но снова уже совершенно другая парадигма. Ясно. И, наверное, тогда я хотел бы закончить таким тоже архитектурным вопросом. Есть, по сути, тоже такая дихотомия. Это единый стор у нас у приложения, глобальный такой, сингл-стор, либо атомарные сторы. Вот что считаете лучше, что перспективней, куда все уйдет. И то, и другое. Тебе в некоторых ситуациях нужен глобальный стор, например, для данных о пользователях, о его пермишинах, чтобы на каждой странице заново эти данные, например, запрашивать. А есть какие-то локальные данные, которые тебе нужны только для твоей текущей локальной страницы. И по мне это штуки, которые дополняют друг друга. Угу. Все. Ребят, вы так же считаете, да? Да, так добавить, наверное, нечего. Ясно. Ну, в принципе, что, полтора часа прошло. Считаю, что у нас получилась с вами отличная дискуссия. Ребята из чата тоже поддержали, поучаствовали. Вот. Хочу сказать вам большое спасибо за участие. Вот. Здорово обсудили очень много вопросов. И я считаю, что так зафиналили трек архитектура. Вот. Поэтому всем большое спасибо. 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 Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.